Десять жилых домов были построены с 2009 по 2011 годы. Компании ООО «Евроотделка». В них получили квартиры жители посёлка по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Однако вскоре новосёлы столкнулись с целым рядом проблем. На фасадах некоторых домов и на стенах подъездах полезли трещины. В квартирах появились сырость и плесень. Окна зимой промерзали, люди жаловались на шумоизоляцию и вентиляцию. Точнее, на их отсутствие. Жители домов с горечью называют себя переселенцами из аварийного жилья в ветхое. Решать вопрос с ремонтом домов застройщик по разным причинам добровольно и вовремя не захотел. Переселенцы были вынуждены лично обратиться к губернатору с просьбой о помощи. Глава региона взял эту проблему на личный контроль. И в начале июля принял решение поручить ремонт многоквартирных домов надёжным строительным компаниям. И вот дело сдвинулось с мёртвой точки. Работы идут полным ходом и уже отремонтирована большая часть квартир. Шумоизоляцию нам произвели, вытяжку нам подремонтировали, обои нам поклеили. То есть стеклопакеты в окнах поменяли, потому что у нас на тот момент, когда дома сдавались, Роман установил одного из пакетных стеклопакетов, и они у нас зимой очень сильно промерзали. Как бы те критерии, которые у меня были, все критерии мои, все мои проблемы на данный момент устранили. В настоящее время они работают пока с полами, с шумоизоляцией, оклеиваются обои внутри, переделываются вытяжки. Качество очень хорошее. По сравнению с тем, что это сделала Роман, и что сейчас делаю строительная компания, всё очень хорошо, материалы качественные. Стены сделали исключительно, мне главное полы. Полы вот так вот ходили ходором, полы скрипели, всё. А сейчас сделали, прямо как по мягкам, прямо так ходишь, исключительно хорошо. Претензий никаких нету. Молодцы. Но остаётся ещё вопрос водоснабжения верхних этажей зданий. Из-за низкого напора в системе газовые колонки отказываются радовать жильцов горячей водой. Глава региона поручил разобраться с вопросом установки более мощных водяных насосов. Ремонтные работы в домах по улицам Горького и Куйбышева завершатся к середине сентября. И жильцы встретят холода и непогоду в сухих и тёплых квартирах. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов. События Белые берега.